Кажется, мы готовы ко второй сессии. Уже спокойнее, уже улыбаемся. Хорошо. Очень оптимистичное начало. Я сама просто с удовольствием сейчас пойду разбираться дальше. Жанет, я вспоминаю, у меня же энергия калия, она же вообще так загоралась. Но они провоцировали. И я помню, я прям готова была просто планету разорвать. Вот такая вот энергия разрушительная. И я когда внутри мне это поднималось, я такая, откуда это? Ну то есть я не хочу этого делать, а вот такое вот прям вот, как бы они активировали, похоже, разрушительную силу. То прям вот это я не могла понять-то, почему это, откуда это такое? Сейчас вот начинает все проясняться. Это да. Да, у меня задачка попроще, потому что моя высшая духовная суть Лада. Гармонизация. У меня сестру зовут Лада. Вот видите. Опять же, очень интересно. Сестру зовут Лада. Она младшая? Да. Представляете, рядом с вами была Лада. Напоминала просто своим присутствием. Вот этим именем. Напоминала о гармонии и балансе. Да. Здорово. Это вот, это мы пишем себе очень мудрые сценарии для того, чтобы пробудиться. И поскольку у вас, видимо, в прошлом было много всякого разного. Да, его действительно было много. Вот я просто вижу сейчас, интересные были у вас воплощения. Реально интересные. Значительные. То на это воплощение вы себе такой сценарий приняли. Чтобы вот непременно к определенному времени быть недовольной тем, что вокруг вас. И тем, какова вы во всем этом. И заняться. И заняться. Отечением. У меня, кстати, вот это воплощение у меня все время. Я и писала в этом. Жизнь и смерть. У меня все время я на грани находилась. То есть, вот прям вот я чувствую, что все, я как будто умираю. Такие были тяжелые, ну, испытания, что ли. Но потом, я не знаю, откуда-то появлялась сила. И вдруг опять все начиналось заново. Игра начиналась заново. Да. Да. Вы в течение жизни, получается, многократно прожили тот сценарий, который, опять же, многократно проживает богиня Жила. Периодически погружая, вот, вселенные, все мироздание в эти эксперименты. Настолько глобальная игра, как это обычно в линейном языком объяснить, я не очень представляю. Но я пытаюсь. Как могу уж, простите. Как получается, так и... А как вот сейчас, ну, я так понимаю, в нашей вселенной... Это только на нашу вселенную вот эта игра распространилась? Несколько вселенных. Несколько вселенных. То есть сейчас пробуждение, получается, все вселенные начинают пробуждаться. Да. Если вы многомерная, я многомерная... Вот представьте, я в этой игре же не просто так, а я не дитя этой вселенной. Просто мою вселенную тоже зацепила. А, вы из другой вселенной, да, пришли? Да. Да. Я здесь в гостях. А это, получается, вселенная мой дом? Реально мой дом? Да. И что я здесь устроила? Получается. Ну, вы бы этого не смогли устроить, если бы на это не были даны согласия тех, кто участвует в игре. Ну, конечно. Понимаете, вот как можно поработить божественную суть? Да никак. Добиться ее согласия на каком-то уровне. Да, допустим. На высоком или на очень, ну, в плотной нервности. Мы же очень смело рванули сюда в полное забвение. Вот в это все. Я уж не знаю, какими словами называть слов-то, я тех даже не люблю произносить. Но мы во всем этом барахтаемся. И раз даже не верится, что можем выбраться отсюда, но все же таки выбираемся, выбираемся. Ну что ж, пойдем. Пойдем поработаем еще. Я размораживаю ситуацию в том моменте, который покинула. И еще раз очищаю все пространство. И предлагаю Ольге показать мне, когда, как, при каких обстоятельствах ты попала в плотность планеты Земля, в эту плотную мерность. На один, два, три. Оно мне показывает вторжение. Когда это было? Оно мне показывает египетские пирамиды, но другие, другой формы. Более остроконечные. Показывают мне пирамиды Майя и Инка. Вот эти пирамиды. Майя, да. В качестве кого? Давай картинкой просто показывай мне, потом пояснишь. Она мне показывает аватары. Это биороботы, да. Разные аватары двух типов. Мужской аватар у самой Ольги. Инсектоид. Она говорит исследователь. Генетик. Создатель. То есть ты создавал биоробот? Да. Для каких целей? Вторжение. Вторжение. Он показывает данные разведки, планетарных условий. Да, данные исследований, анализ идет уязвимость. Уязвимость аватаров, тех, кто пребывает на поверхности планеты. Подбор воздействий идет. Идет много компьютеров. Компьютеры очень мощные на... Это корабль. Это материнский корабль. Показывает мне какой-то бунт на корабле. Говорит, что это недостаточно заблокированные светосознания. Да. Они против. Их называют предателями. И какой-то спецзаказ она готовит для них аватары. Экспериментальные аватары для светосознания, не для биороботов. Для того, чтобы погрузить их в плотную мерность Земли. Марса. Марса. Сначала Марса. Да. На Марсе разве была органическая жизнь? Да, говорит. А сейчас только в эфирном аватаре можно быть на Марсе. Да. Откуда этот корабль пришел в Солнечную систему? Показывает мне пространственный коридор, который ведет к Сириусу. Он так интересно идет возле Солнца, как будто дыра. И вот прямой портал. Да, и в эту дыру проникает корабль. Хорошо. То есть ты исследователь. Вот что. И когда для светосознания экспериментальные готовил аватары. Заложил какую-то погрешность. Не предусмотрел что-то. Да, что-то не предусмотрел. Нарочно? Да. То есть была неполная блокировка сознания и памяти. Верно. Вот. И вижу в результате наказали. Вот я вижу подходят стражники четверо. Визуализация идет очень земная. Как будто действительно лаборатория и такой ученый в белом халате. На самом деле инсектоид. И инсектоидный, ну как вот, космический, не знаю. Он отличается. Я вообще не очень люблю все эти современные фантастические фильмы. И то, что я вот сейчас вижу, оно отдаленно-отдаленно напоминает то, что приходилось видеть в каких-то фрагментах. Оно иное. Но сходство все-таки есть. Я просто не знаю, как это все описать. Здесь очень много всего. Картинка насыщенная. Но все равно вот ученого четверо берут и что-то вроде электрошокера. Убивают. Ловушка души погружают в один из аватаров, созданных для этих светосознаний, поднявших бунт. По какой причине, Ольга, поясни, по какой причине ты не стала блокировать им память души? Говорит, что у всех должна быть надежда. Я все вправе хоть на что-то опереться, чтобы быть и реализовать свою свободную волю. Полная блокировка, по моему мнению, исключает возможность пробуждения, возможность выхода из земного воплощения. А это приговор, который обжалованию не подлежит. Он окончательный и способен вести только к обнулению, к смерти, самой индивидуальной единице светосознания, к полной утрате света, к гибели. То есть существует приговор, на основании которого тебя отправили на землю. Да. Хорошо. Понятно. Покажи мне этот момент, когда ты согласилась и на эфирном плане подписала этот приговор, либо дала свое согласие, признала его действительным. Признала, говорит. Хорошо, сам момент. Вот, входят, когда эти четверо оглянулась, испугалась, вскочила и смирилась. Перепроживи этот момент, если ты этого хочешь. Да, говорит, хочу. Хорошо. Покажи как. Вот. Она сливается с собой сознанием в том моменте, который предшествует их приходу. Да, вспыхивает, рассветляется, и она уже знает, что они войдут. А она знает, что она погибнет, ее выведут сейчас из воплощения, и она покинет аватар. И знает, что ее душу сейчас уловить хотят. Да, она вспыхивает максимально ярко, страха нет. И она выходит за пределы этой электромагнитной ловушки. И за пределы корабля она устремляется к свету первоисточника. Ею уловить нельзя. Да, вышла и перепроживи все последующие воплощения, все последующие события. И на эфирном плане свое согласие. Вот она обращается к свету первоисточника и силам кармы и заявляет на все вселенные, что она изменила свое намерение, будет жертвой этих воздействий. она отказывается признавать себя подвергнутой наказанию. Она говорит, что никто не вправе. И не был бы вправе, если бы я сама первая не приняла решение наказать себя за свои деяния. Голос моей совести, голос моей души толкал меня реагировать на их приход таким образом. Чувство вины, блокировка вины перед людьми, которые на этой планете пребывали в неведении о том, что мы уже близко. Она смотрит на меня, и вот так, как будто я не понимаю, мне Марс погиб, она говорит. Понимаешь, говорит, Марс погиб. Да, я понимаю, я была там, когда он погиб. Вот она говорит, прости, и я ей тоже говорю, прости. Сейчас я эмоциональный фон погашу. Да, отстраняюсь и продолжаем сеанс. Да, я предлагаю сразу тебе достать, извлечь, извлечь блок предательства самой себя. Блокировку вины, блокировку жалости к себе, отказа от себя, желание наказывать себя. Да, жертвы и самопожертвования, вытаскивай эту всю блокировку. Да, перепрограммируй, если хочешь. Можешь полностью уничтожить, аннигилировать. Да, аннигилировала. Да, я проверяю сейчас, существует ли этот приговор. Нет, и все-таки запись в книге где-то должна быть. Давай найдем эту книгу. На один, два, три. Вот, бортовой журнал. Поскольку в отношении тебя, как члена экипажа, было произведено это действие, просканируй информационное пространство и извлеки. Вот, она извлекает все свои воздействия на иные светосознания, насильственные воздействия на иные светосознания. Она выжигает в этой книге свое имя. Можешь ли это что-то сделать по отношению к другим? Нет. Вот, она информацию передает всем. У тебя сохранился канал связи со всеми, кто подвергался твоим экспериментам. Да, очень хорошо. Ну, любой генетик делает некоторые закладки в аватары. Это я знаю. Сама генетик. Так. Вот, она информацию дает всем, с кем когда-либо соприкасалась в ходе своей работы. Да, об освобождении души и о том, что в бортовом журнале этого корабля, материнского, матричного, я бы сказала, роидной матки, что в этом бортовом журнале записаны их имена, и что они вправе отозвать свое согласие, быть жертвой этих приговоров. Если они того хотят. Да. Послала информацию. Хорошо. Да, говорит, здесь я все завершила. Сам корабль оставляешь в том месте и в то время? Нет. Да, она показывает, что она вот когда ушла к свету первоисточника, возвращается, вспыхнула. И вот она говорит, что поскольку по отношению ко мне было произведено насильственное воздействие этой паразитарной структуры, я считаю себя вправе за вторжение в мою энергосферу и нарушение целостности моей энергосферы, моего сознания, заблокировку в одностороннем порядке, я произвожу то воздействие, на которое я имею божественное право. Вот она взрывает этот корабль, уничтожает его полностью, в своей энергосфере полностью аннигилирует. Да. И как интересно, луч вся армада уничтожает ее, сделала. Поскольку это произошло только в твоей энергосфере, я так понимаю, что это несколько ослабило его позиции, но на самом деле он в квантовом пространстве еще существует. Да. Так. И покажи самое первое свое воплощение на планете. Тебя же на Марс отправили. Да. Сначала на Марс, говорит. Да. Интересно, я эту картину видела с другой стороны. Хорошо, давай я посмотрю твоими глазами. Угу. Пехота. Пехота наступают. Тактика выжженной земли звучит. Тактика выжженного Марса. Да, ряд взрывов. Ряд взрывов. Но идет сначала блокирование центров. Центров связи. Блокирование возможности телепатического общения. Там весьма развитая цивилизация была и общались телепатически. И кроме того, сигналы там были подкуплены, были предатели. Вот такие прям как маячки они видны с точки зрения Ольги. Да, ты можешь перепрожить это свое воплощение, либо совершенно его схлопнуть, оставив только опыт. Да, она так и делает. Она изымает свое присутствие из этого воплощения полностью и схлопывает его, оставляя себе только опыт. Вот. Сделала. А теперь земля. В качестве кого? Человек. Когда это был? Или ключевые какие-то, покажу. Потому что печати первого воплощения земного у тебя нет, как я понимаю. Отсутствует. Жреческая. И жрец. Так, секундочку. Я называю жрец, на самом деле, кто это? Колдон, маг, жрец. Она говорит это одно и то же. Какими знаниями тогда обладал? Мужская, мужское воплощение. Самый ключевой момент просто покажи, потому что она показывает мне, а она как эластичная резинка, вот так. Молодой и очень старый, и между ними фрагменты. Давай определимся, какой-то конкретный момент. Покажи мне самый ключевой. Записи какие-то делает. Проводит исследование и делает записи. Что исследуем? Стихии. Стихии. Силы стихий. И вот она пишет магические формулы. Она говорит, что это прописывание магических формул, закрепление их на поверхности этой планеты. С используем, с вплетанием, вплетение, идет вплетение естественных, природных эманаций. Естественных, природных энергий. Она говорит, что для того, чтобы прописать, утвердить, проявить на поверхности этой планеты свою волю, приходилось основываться, привлекать и использовать, улавливать и использовать присущие самой планете силы. В какой степени они порабощены в настоящее время? 20%. Хорошо. Максимально на планете Земля на сколько процентов этих, не знаю даже как сознаний этих энергий было порабощено максимально? Еще раз, пожалуйста, цифрой напиши. Мне нужна истинная информация. У тебя истина? Нет. То есть ты ее не обладаешь сейчас? И тогда не обладала. Хорошо. Надеялись, что все поработили. Я поняла. Сейчас, секундочку, это мой вопрос. Я его адресую в другую инстанцию. 48%. Ну да, почти 50%. На 48% были порабощены, служили. Служили магии, служили тьме. Силы, стихии, духи, духи мест, духи леса. То есть вот эти, как бы, стационары. Мне идут стационары. Планетарные. Призванные, призванные поддерживать равновесие и процветание. Так, а в настоящее время? Сейчас еще раз переспрошу. 20%. Подтверждают 20%. Ну, хорошо. Это уже... Это уже очень хорошо. Хотя рано подводить итоги. Благодарю за информацию. Итак. Да, пишет магические формулы. Записывает это в книгу для того, чтобы последующим магам, колдунам, прописывать некие формулы. Вот это... Он говорит, что это начало наук. Как поставить природу, планеты на службу любым замыслам. И показывает вот так вот, ладонью взять, так вот, ухватить. Вот так ухватить природу и поставить себе на службу. Да, служение себе. Левый путь развития, да. Я согласна с тобой, что это левый путь развития. Хорошо. Покажи мне еще. Можешь изменить то свое воплощение, которое показала. Вот она изымает свое присутствие, изымает свой опыт. И все это воплощение схлопывает. И череду последующих она мне показывает. Хорошо. Хорошо. Она пересматривает свои намерения в каждом из последующих воплощений. Воздействует негативно на те или иные сознания. Противопоставляет себя им. Брать на себя чрезмерные полномочия. Пиеновмешательство в энергосферу других людей. И извлекает себя из этих воплощений. Она отсекает привязки ко всем этим людям. Она говорит, что возвращает каждому из них в каждом из моментов его право, свободу выбора своей судьбы. Она отказывается вторгаться в их энергосферу. И запрещает кому бы то ни было вторгаться в свою энергосферу. Она говорит о том, что суверенитет ее души первичен. Так же, как и суверенитет души каждого, на кого она воздействовала теми или иными ритуалами. Либо учениями. Хорошо. А какие еще учения? Учения о государстве. Писала. Так, хорошо. Об общественном устройстве. Писала. Назови мне хотя бы одно или два имени, которые могут быть известны мне или рациональной части твоей. В чьем качестве ты воплощалась на планете? С какими именами? Помнит ли тебя человечество в истории? Вписано твое имя? Да, говорит, вписано. Сейчас, секундочку, прежде чем назвать, я переспрошу. И не только у тебя, но и у других источников. Ну вот, показывает мне был одним из жрецов в той самой Иудее. Ну вот, жрец он показывает себя и во времена пирамид, жрец. Верховный, говорит, жрец. Один из жрецов в Иудее. Ну, показывает ближневосточная вот эта вот история. И иудейский народ. Да. Я переспросила, Каифа или нет. Нет, один из жрецов. Один из вождей, говорит. Так подожди. А, все, вы себя вождями называли. Потому что вели народ туда или не туда. Понятно. Это вождение. Как идет, как вождение показывает. И почему-то вождение такое по пустыне показывает не против часовой стрелки. Это такое вождение. И поэтому вожди, предводители. Моисеем была? Нет. Ну, я знаю, что не Моисеем, но переспросила. Потому что, мне кажется, что у рациональной части возник такой вопрос. Нет. Не Моисеем. Один из вождей в последующем. Да. Приветствую тебя, Эммануил Кант. Одно из воплощений философ европейский Эммануил Кант. И сразу ответ на вопрос идет. Она говорит, вот Ольга интересовалась, почему она по-немецки легко общается. Общалась во сне. Франклин. Я переспрашиваю, Франклин Рузвельт? Нет. Просто Франклин. То есть твой портрет есть на долларовой купюре? Да. Понятно. И так, в каждом из воплощений. Вот она еще раз говорит, что она отменилась в свое намерение вторгаться в чужую энергосферу, в сферу чужих интересов. Да, она дает информацию в каждом своем присутствии. Она изымает ложную информацию из всех своих учений, информационно и энергетически, извлекает. Она как будто все написанное собою бросает в костер. Она говорит, кто это породил, тот это и уничтожает в моменте возникновения. То есть ты само учение уничтожаешь? Нет, говорит, я изъяла ложные посылы, заблуждения и введения в заблуждение, провокации. Она показывает буквально, как жучки такие в тексте, жучки. Вот она их как будто вытряхивает вот так из книги и сжигает. Да, уже светлое учение. То, что полезно людям для развития. Она говорит, хотя все это сомнительно. Развивать ум – это путь в никуда. Развивать только один интеллект без развития души. Это путь вниз. Это путь к гибели. И не поспоришь. Да, и вплоть до момента здесь и сейчас. Да, сделала. И всем передала информацию в ведро сознания. Всем, с кем встречалась. Да, говорит, я заложила эту информацию в... Вот она говорит, что высветила в написанном мной. Так что при прочтении этих книг о душе, поставившей себе целью пробуждение во время воплощения, вовремя усомняться, вовремя зададут себе вопросы. А истина ли написана в той книге, которую они держат в своих руках? Да, хорошо. И перезапись на момент сейчас. Да, сделала. Хорошо. Отстраняюсь от этой ситуации. И поскольку энергии насилия мы уже видели, когда впервые вторглись в твою энергосферу, я предлагаю тебе подтянуть сейчас эгрегор магический. А все последующие, они за ним, как гирлянда сосисок, вот так идет. Потому что эгрегор магии, эгрегор насилия, а все остальное, оно как бы проистекает из него. Все остальные эгрегоры. Одни, как уловки, другие, как последствия. Но это все вот огромная гирлянда. Она ее все подтаскивает, находит зацепку, на что это прицепилось. Она говорит, я эти блокировки уже вышвырнула. Я не жертва. Да, она во все эти эгрегоры дает информацию об освобождении души, о пробуждении в ходе воплощения земного. Она изымает свою энергию из всех этих эгрегоров. Она говорит оптом. Сразу. Да, создай фильтр. Да, профильтровала, перемодулировала, встроила в свою энергосферу. Фильтр аннигилировала. Хорошо. Теперь в этот эгрегор нужно возвратить всю кармическую ответственность, которая была тем или иным образом тебе делегирована. Либо ты спровоцирована была тем или иным образом наработать эту кармическую ответственность. Сбалансируя свои взаимоотношения с социумом, с коллективным сознанием всех светосознаний, живущих на планете. И пребывающих в... Да, совершенно верно, в этих пространствах. Ну а по всему фракталу показывает работу сейчас. Угу. Да. Какие разноплановые энергии идут по всему фракталу. Энергообмен. Угу. Да, вплоть до жива. Вот всю матрешку я наблюдаю. Вплоть до жива идет этот энергообмен. Давай возвращусь, когда вся эта работа будет тобою. Да, и живой будет вами полностью завершена. На один, два, три. Ух, какое множество работы. Просто ускорение такое пошло. И я перемещаюсь в момент, когда вся работа завершена. О, какое спокойствие. Я бы назвала это тишиной. Но она звучит. Она говорит «Мир». И улыбается. Мир. М-м-м-м. Да. Хорошо. Отстраняясь от этой ситуации. И предлагаю тебе обратить внимание на контракт магический. Да, и возвратившись в тот момент, поскольку ты все это перепрожила. В момент подписания этого магического контракта. И вот она мне опять показывает пирамиды. Но пирамиды Майя все-таки она мне показывает. И кровавое жертвоприношение она мне показывает. И она жрец. И на эфирном плане подписание контракта. Потому что иного способа утвердить свою власть в то время не видела. Да. Поскольку отменены эти все ритуалы. Да. Напишет на контракте. Расторгла. Существует ли подконтракт? Да. Итак. Подконтракт. Гиена. Всепожирающая гиена. Так и написано. Хорошо. И на нем так же можешь написать. Расторгла. Да. Я проверяю. Магический контракт еще не расторгнут по какой-то причине. Давай просканируем в чем проблема. Проблема в том, что не просила себя. Угу. Вот. Она обращается к свету первоисточника. И просит у него прощения за то, что отвернулась от него. Отвернувшись от самой себя. От своей божественности. И ступила на путь. Преобладание над другими. На путь. Отделения себя от других. От единого света. От единого света. Уверовала в свою исключительность. В свою особенность. Отстранилась. Пошла по пути. Ведущему. Но она не показывает ступени вниз. И она подскальзывается и падает буквально. Угу. Это образом показала просто. Да. Она просит прощения у света первоисточника. И просит прощения у самой себя. Угу. Прощает себя. И вот на нее проливается свет первоисточника. Она прощена и очищена. И ее энергосфера промытая этими энергиями. Исцелена. Исцелена. Оно так и звучит. Исцелена. Исцелена. Угу. А теперь давай проверим. Расторгнут ли магический контракт. Да. Теперь он расторгнут. Под контракт. Да. Все копии, все приложения призывай и уничтожай. Все дополнения, все последствия, все информационные твои следы, где бы то ни было. Энергетические твои следы, где бы то ни было в матрице. Да. Она все это выдергивает и уничтожает. Расформатирует все эти программы, очищает. Да. Все привязки к матрице. Саму пуповину. Вынимай эту зацепку. Угу. Извлекай частицу своего сознания, память своей души из ячейки. Достает. Да. И саму матрицу уничтожает. Оба компьютера тоже уничтожает. Хорошо. Восстанови свою целостность. И память своей души. Да, очищенными встроила. Все чужеродное. Оно как вот, как мелкие мушки такие. Мелкие мушки как будто были в этой ячейке, где частица сознания была. Да, она их аннигилирует. Мелкие мушки как будто были в этой ячейке, где частица сознания были в этой ячейке. Да. Упоминания в истории о тебе. Извлеки себя из всех эгрегориальных структур. Перепроверь. Отовсюду. Да. Из литературы, СМИ, упоминаний, учебников истории. С каждой долларовой купюры. Да. Твоя генетика, твоя информация о тебе, о твоем эфирном ДНК, извлечена отовсюду. Да. Ну и соответственно, исторгни из себя всю чужеродную генетику. Во всех проекциях, включая эфирную проекцию от контактов с мужчинами, если таковые случались. И чужеродных сущностей, генетику, всю гибридизацию. Да, присутствие чужеродных ДНК, паразитарных сущностей. Давай сразу и гельминты, и грибковая инфекция, и вирусная инфекция, и простейшие бактериальные поражения. Просканируй все свои тонкие тела. Просканируй каждую клеточку своего физического тела. Создай программу. Сделай этот скан. Вот я вижу, живо помогает. Она ее в сфере такое заключает, как капсула, и сканером проводит. Она извлекает, она выжигает просто эти энергии, собирает. Как-то снизу вверх, так раз-раз-раз-раз-раз, вынула. Все, капсула растворилась, вышла. Сейчас я проверяю, изъято? Да, изъято. Так, и все, что извлечено, аннигилировали. Теперь я предлагаю тебе восстановить свое эфирное ДНК, поскольку очищение произвела, а эталон у тебя есть. Да, она сканирует свое ДНК вплоть до физического. И вот, проводит эту работу. Вносит исправление. Ну, это совершенно глубинный уровень. Здесь не объяснить, как. Потому что... Потому что аденозин это или нет, это только молекулярная наша ДНК. На самом деле ДНК наша состоит из 12 парных спиралей разного уровня, разной мерности. Материальная, следом эфирная, астральная и так далее, и так далее, и так далее. Там нет никаких аденозинов, там нет никаких молекул. И, по сути, эфирная ДНК – это информационная составляющая памяти нашей души. Это, по сути, та библиотека Акаши, которую каждый носит внутри себя. Только доступа к ней не знает. И вот люди идут куда-то на астрал, ищут библиотеку Акаши, где им, опять же, сущности крутят какое-то неземное кино. На доступ к каждой последующей спирали ДНК человек способен обрести только через очищение собственной энергосферы. Собственная энергосфера – это сфера собственного сознания. Шаблонные блокировки, эмоциональные, заученные, механизированные практически наши психоэмоциональные реакции. Это и есть заслон на пути к познанию собственной многомерности и к наработке способности воспринимать все более высокие духовные сферы. И ДНК исцеляется постепенно по мере того, как человек достигает повседневным своим стремлением и практикой, достигает все более высокочастотных состояний и пространств, в которых и активизируется, и исцеляется эта ДНК, и происходит наращивание более тонких составных частей многомерности воплощенного человека. Идет одновременно исцеление ДНК и единение самого себя в единое духовное божественное существо. Она говорит каждому по воле его, по трудам его и по вере его, поверив в собственное могущество и способность самостоятельно исцелить свою многомерность. Благодарю, Ольга. Благодарю, живо. Так. Давайте я возвращусь, когда вся эта работа с генетикой будет вами полностью завершена. На один, два, три. Да, вот я вижу все эфирное тело. Эфирную проекцию я наблюдаю. Она стала рельефная, она стала светлая, прозрачная, сияющая, ощутимая. Так. Крыльев я еще не вижу, но плечи уже расправила. Да, мы можем подняться вместе с рабочим пространством в более высокие мерности. Еще более высокие, да. Хорошо. Да, и я сейчас предлагаю сделать еще один маленький пятиминутный перерыв. Да, она соглашается. Я замораживаю ситуацию в этом моменте. Отстраняюсь от всех и от всего. Какие ощущения? Нет, не знаешь даже, что и сказать. Был ли отзвук внутри, что да, я это знала всегда. Было ли это, например? Или ощущение такое, что я вам сказку на ночь рассказала. Ой, это невозможно. Нет, резонировало. С темным магом резонировало. Вот это вот желание власти, желание что-то сделать, навязать, создать. Ну вот то есть это да, резонировало все. С Кантом мне не срезонировало, не знаю. По той причине, видимо, что... Мы же привыкли, что все исторические персонажи, они отдельные от нас. Ну да, что это где-то там, что это... Это кто-то другой, к тому же еще и мужчина. Но надо сказать, что он такой заметный философ. Ну, как бы да. Очень заметный. И его темным магом-то не назовешь. Так он, получается, все-таки был темным магом? Ну, доступ к сакральным знаниям, которые осознанно либо вписываешь, либо не вписываешь. Философия — это и есть инструмент магического воздействия на сознание человека. Разве нет? Да. Понимаете, именно философия прописывает в нашей мозге дуальность. Разве нет? Да. Так что это изощренный инструмент. Да, да, само. Понимаете, времена примитивных магических ритуальчиков — это сейчас вот, ну я не знаю, открываешь интернет и, пожалуйста, из каждого утюга. Вы можете так помогите или так помогите, но это все глупости и шалости по сравнению с философией. Ну да, это же влияние на сознание. Конечно. Ты же программируешь сознание, причем в масштабе. Конечно. А система тиражирует это, чтобы это было действительно доведено до каждого, кто хоть маломальски интересуется. Да, вот она ответственность-то где возвращается. Да, да, да. Ну переспросите, я просто... Нет, ну сейчас... Я портрет, я в виде портрета его увидела. А Франклин какой-то, как интересно, потрясающе совершенно. Я понятия не имею, что делал этот, но, наверное, что-то такое особенное делал. Почитайте в интернете. Да, что он такое сделал, что, может быть, считают хорошим, а на самом деле, может, оно не такое уж и хорошее. Ну, раз он на деньги попал, я не знаю, что же там вот такое сделал, что его впечатали. Ну, это основоположники чего-то такого глобального. Ну, то есть, понимаете, вот государственные эгрегоры, они ведь тоже на каком-то этапе создавались. Ну, конечно, да. Потому что если на Земле была единая цивилизация и не было разделения по нациям, народностям, религиям, государствам, кому-то же это было нужно разделять и властвовать. И кто-то был проводником этих идей, кто-то эти идеи... Кто-то их внедрял в умы, а кто-то их реализовал на практике. Многие постарались, не только вы. Знаете, в историческом учебнике не только ваша фамилия. Многие постарались. Каждый в меру своих возможностей.